Девушки отдыхают Мы с вами счастливые люди, что родились На вот этой части земного шара Которая называется Россия Это вполне серьезно Просто повезло, да А знаешь, в русские города я тоже много с гастролями езжу И вот Арзамас, или какой-нибудь Вологда Ты когда идешь, и храмы везде Они как грибы, ты идешь везде Повернул храм Ты все время окружаешь Ты так постоянно А я еще заметил такую вещь Вот в Сирии, да, бомбардировщик Су-30, так называется И ребята, я говорю, можно в кабину? Ну давай Мне же интересно Я в таких самолетах никогда даже Не то что не летал, не сидел даже И, ну, в кабине все понятно Там все круто, здорово Иконка Обязательно иконка А как иначе? Это духовная скрепа Кто бы мог заменить Путина В данный момент Думаете, почему так вот за 20 лет Не появилось никого Вот кого бы вы могли заметить? Ну почему? Потому что Слишком много дел Все-таки Путин делает для страны Президенты Путина Обязательно А еще кого-нибудь? Тот, который у нас премьер-министром сейчас Михаил Мишустин Ну и так все хорошо Зачем менять? Владимир Владимирович Путин А еще? Больше не нужно Ну а какая-то конкуренция С меняемость власти Выбор должен быть? Тогда зачем выборы, если у нас? Не нужен выбор у нее Ну то есть можно отменить выборы? Конечно Я хочу, чтобы он был Одним-единственным Навсегда Почему? Вот так Классный Очень харизматичный человек Украина, конечно Складывалась как Искусственное государство Честно говоря Вот сейчас я просто Вот о чем подумал Откровенно говоря Единственным Настоящим Таким серьезным Гарантом Украинской Государственницы Суверенитета И территориальной целостности Могла бы быть только Россия Которая и создала Сегодняшнюю Украину Россия сделала все Для сохранения территориальной целостности Украины Если перекрыть западную границу Украины Поставить там Наших солдат И южную У нас так еще Западную границу Всю полностью То Украина сдастся В течение Ну месяца максимум Все говорят о том Что надо отодвинуть Там на 200 километров Отделить Украину От Польши Поставить гордон Ну Выскажусь предельно Аккуратно Военные действия Не свидетельствуют о том Что Россия В состоянии Эту угрозу Исполнить Если Россия Дойдет до Поиска украинской границы Тогда Украина капитулирует Скорее всего Капитулирует Даже еще до этого Но Дело в том Что нам до Украинской поиски границы Как до Марса Ну скажем прямо Это не вопрос Дней Недель Месяцев Это даже Не вопрос Года или двух Мы туда можем идти Годами И неизвестно Куда именно дойдем Здесь два пути только Либо Принудить Запад Каким-то образом К переговорам Или склонить Либо Продвижение Взятия Киева Взятия других городов Но нам это К сожалению На данный момент Не светит Потому что Мы вообще За последние Семь месяцев Только один Один губернский город Россия взяла Пахмут пал Артемовск освобожден Мне конечно Не хватает салютов Мы давно об этом говорим Что было бы круто В день когда происходит Вот такое Ключевое Знаковое освобождение Нашего города Русского города Устраивать салют Устраивать из этого настоящий праздник Не каждый день У нас это происходит Более бездарных операций Сложно было придумывать Вагнер как ударная Штумовая единица Все Он уже сейчас кончился У нас ситуация такая Из своего опыта Во всяком случае Что я вижу там Я вам скажу Что города берет не кто-то Города берет пехота Это известная фраза И понятная В мае прошлого года Я пришел И в этой студии сказал Нам нужна мобилизация Мне там говорили Ты аккуратнее с этим В сентябре провели Поздно И сейчас говорю Что нужна Они мобилизуют всех Миллион, два, три У них стоит Это ведь не просто человек Он с автоматом Стоит автомат на фронте Ну невозможно Там 400-500 тысяч Пройти то Что мы себе планируем Там На 3-4 миллиона Их надо наоборот Показывать в чистом виде Что будет С Киевом Как в Мариуполе Или вы что думаете Мы сейчас остановимся Они просто Ну ладно Все нормально Будет Нет Не будет его Пока наши войска Не будут на границе с Польшей Людям нужно отдыхать Им нужна ротация Им нужна укомплектация И так далее Но это факты Которые нужны Ну не хотите это делать Давайте делать Добровольческую армию Я тоже не против Не разрозненное Добровольческое формирование Которым затыкают дыры А целую армию И которую можно Совсем по другим законам набирать Ведь линия фронта Огромная Без нареканий Без нареканий и упреков Мы просим нашего губернатора Гладкова Таислава Владимировича А также управления МВД По городу Белгород Выделить нам стрелковое оружие Для защиты родного города Мы обычные Обычные жители Мы не профессиональные военные Но наш патриотизм И сила русского духа Позволит нам Удержать город От наступления ВСУ Тоже, увы, не шутка Ведь хохлы Смогли удержать Киев Когда им дали автоматы Точно так же Мы сможем удержать Белгород Если вы дадите нам оружие Мы готовы Стать народной дружиной Которая будет оборонять Мир и покой Белгорода От происходящих сил ВСУ Вячеслав Владимирович Услышьте нас И дайте нам оружие Мы покажем нашу силу Враг не пройдет Победа будет За нами Победим Украину Осталась неделька Во время весенних боев Под Авдеевкой Положили Выбили Значительную часть Донецкой пехоты Донецкая пехота Самая боеспособная Которая была у нас С начала СВО Может быть За исключением Вагнера Она тоже Вся выбита Я вам скажу Что города берет Не кто-то Города берет пехота Это известная фраза И понятная Пополнена она В основном Мобиками Добровольцы Кто в госпиталях Кто и в земле сырой Очень мало Их осталось в строю За то что Наши войска За зимнюю весеннюю кампанию Разбили себе Лоб оборону противника Надо винить не только Верховного Некомандующего И его окружения Которые формируют Им политическую задачу Но и самих этих Кретинов И вредителей А это Шойгу Герасимов Суровикин Наши генералы Они не генералы В нормальном понимании Они лакеи Лакеи В больших звездах И лампасах Еще и тупые Вдобавок Лакеи Все вы слышали О массированном ударе Ракетами авиационного базирования Английскими Шторм По Луганску Который в течение Почти всей войны Оставался Вне досягаемости Вражеских средств Ракетного Артиллерийского поражения К сожалению Враги не промазали Если мы будем Воевать так дальше То мы Ростов-на-Дону Не удержим через годик Богатейший Перспективнейший Во всех смыслах Регион Который мог стать Кузницей Промышленных И рабочих кадров Для российской промышленности Превращается В развалины Это большой результат Специальной военной операции Российские вооруженные силы Не бомбят города И об этом всем Хорошо известно Я работал на выходных В Артемовске Ездил в медицинский батальон 150-й мотострелковой дивизии Противник держит под огневым контролем Практически все дороги Подъездные к Артемовску Там стаями летают ФПВ-дроны Противник Активно работает артиллерия Кассетными боеприпасами Ежесуточно Каждые сутки Проходят По 100-150 раненых Каждый хирург В сутки Выполняет По 10-15 операций Это работа на износ Они спят По 2-3 часа в сутки И в эту святую ночь Он здесь В главном храме Русской православной церкви Он здесь Чтобы разделить радость Пасхального торжества С патриархом Духовенством И со всеми православными людьми Вопрос в том Кто с нами садится За стол Переговорю Еще раз На самом деле Происходит то Чем неоднократно говорил Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден Если президент Путин Хотел бы завершить эту войну Он мог бы ее завершить Буквально за несколько часов Украина не может завершить эту войну Ее начала Россия И Россия ее может Должна завершить Украина не может сесть За стол переговоров С тенью Россия не собирается Разговаривать с Россией Ни о честь Украины Ни о чем Кроме капитуляции Капитуляция Как четко сказал Президент Российской Федерации В отставке Дмитрий Анатольевич Медведев Который является Таким карманным голосом Владимира Дмитриевича Путина Состоит в том Что Верховная Рада Украины Должна собраться И принять решение О присоединении Украины К России Вот и все переговоры Собственно Значит украинцы могут Либо принять такое решение И отказаться От своей государственности Они могут это сделать Завтра или вчера Неважно это когда Либо сопротивляться Российской агрессии Столько сколько у них достанется Вот и весь выбор Нету никаких переговоров Это не то что Путин Сидит за столом переговоров Вот сидит И ждет Зеленского Ничего этого нету Поэтому все эти перечисления Сложности Да эти сложности есть Больше я вам того скажу В следующие годы А война может происходить Еще долгие годы Они будут только возрастать Но украинцев нет выбора Понимаете Это как в Аушвице Или там в Варшавском гетто Либо ты восстаешь И убиваешь Как можно большее количество врагов Либо тебя сжигают в камере Или там Просто уничтожают там это гетто Все Украинскому народу Придется уничтожить Как можно больше врагов И в принципе Даже путем краха Привести к тому Что российское государство Никогда уже не сможет восстановиться То есть Если попасть в могилу То увлечь Россию за собой в могилу Чтобы от России Осталось только бледное воспоминание В результате этой войны Такое тоже может быть Может быть такой апокалипсис Который приведет к краху и России И к тому Что русский народ Окончательно Исчезнет Как какая-то реальная сила Национальная Какая хотите Потому что он надорвется В этой войне Многолетняя Надорвет свои экономические силы Все это потом приведет К каким-то конфликтам Внутри России Кровопролитные Мы еще будем видеть Апокалипсис такого масштаба О котором русские Даже не подозревают Но это может быть Вот и все Либо исчезнуть То есть Либо помочь России Погибнуть вместе с собой Либо исчезнуть Если хотите Вот и вся альтернатива Пока что Речь идет о том Что Украина борется Создавая условия Для последующей Цивилизационной гибели России А что такое Сценарий обвала фронта На такой территории Ну обвал фронта Ну куда-то российские войска Еще дойдут Если они месяцами Штурмуют Какой-то один Несчастный Украинский поселок Ну попадут они Еще в какой-то город Не дай бог В котором они уже Когда-то были И оттуда уже убегали Ну и дальше что Дальше что Ведь речь идет Очень простой О простой Геополитической конструкции Евгений Алексеевич Либо Россия Доходит До Ужгорода И становится Политическим Гегемоном Европы Это как же Она дойдет До Ужгорода Никак Либо Оставаясь Где-нибудь В Покровске Или даже Не дай бог Доходя до других Каких-то украинских Городов На востоке страны Она остается Геополитическим Карликом В орбите Китая И она До размера Этого карлика Уже на наших глазах Сжимается И у нее Нет другого Вообще выбора Вот как у Украины Нет никакого Другого выбора Отбиться от России Стать полноценным Демократическим Европейским государством Так у России Нет никакого выбора Если она не попадает В Ужгород Как превратиться В карлика Историческая роль Владимира Путина Мы может быть Потом будем ему Все признательны Превращение Россия В карликов Прокси силу Китая В такую Я бы сказал Сибирскую хизбалу Хизбалу в снегах Вот когда-то была Верхняя вольта С ракетами А это хизбалла в снегах И может быть С этой точки зрения Владимир Владимирович Выполняет роль Санитара леса Вырывая из Рта русского шовинизма Все его клыки Которые потом будут Как вставные протезы Пересажены в рот Товарища Сидзинпин Редактор субтитров А.Семкин